Бренд может принести вполне реальную экономическую отдачу. При правильном позиционировании города, к примеру, может увеличиться турпоток в Ярославль. О том, как и чем привлекать туристов, сегодня в Демидовском университете рассказывал профессор из Голландии. С ним пообщалась Нина Свечникова. В Демидовский университет с лекцией о туризме приехал профессор из Голландии Теус Камхорст. В Ярославле его больше всего впечатлила старинная архитектура и православные храмы. В то же время господин Камхорст считает, что здесь есть еще над чем работать в плане развития туризма. В прошлый раз, когда я посетил Ярославль, я побывал в музее, где выставлены старинные иконы. К сожалению, все материалы к музейным экспонатам были на русском языке, и я просто не смог их прочитать. Строгому профессору из Голландии не по душе легкомысленный бренд, который сложился у столицы его родины. У туристов Амстердам в первую очередь ассоциируется с кафешопами, где легально торгуют марихуаной, и кварталом красных фонарей, где также легально торгуют любовью. Теус Камхорст считает, что от такого имиджа пора отказываться. Это не повод для гордости. Я в этом не вижу ничего хорошего. Кроме этих специфических мест, у нас есть много другого, чем стоит гордиться. Это, например, и национальные музеи Рембрандта и Ван Гога. Но Амстердам все воспринимают как центр свободы, при этом не понимают реального содержания этого понятия. Не существует свободы без ответственности. На протяжении нескольких веков Россию и Голландию связывает много общего. Так много, что в пору создавать совместный музей, который мог бы разместиться где-нибудь на территории Петропавловского парка, вблизи большой мануфактуры, основанной ярославским купцом-затрапезновым и обрусевшим голландцем Яном Тамесом. Голландия, особенно 16-17-18 век, это одна из тех стран, на которые ориентировалась Россия. Голландские купцы были одними из тех, кто наиболее интенсивно торговал с Россией и более того оставили великолепные воспоминания о России. Так они, например, говорили о том, что Ярославль один из самых красивых и важных экономических центров. Выстрогались с нашими женщинами, говорили, что они самые красивые на земле. Ростовские огородники выезжали в Голландию, и голландцы приезжали сюда, помогали нашим крестьянам выращивать растения таким образом, чтобы они были наиболее вкусные, наиболее презентабельные, наиболее товарный вид имели. Петр Первый распорядился привезти на территорию Ярославской области голландских овец, и путем скрещивания их с местными породами получилась тонкорунная тутаевская романовская отца овца, которая знаменита до сих пор и является одним из брендов Ярославской области. Большинство туристов проводят в Ярославле только один день и посещают музей, расположенный в Кировском районе. Чтобы туристы проводили больше времени в городе, необходимо расширение маршрутов. Своеобразной некой для посещения мог бы стать Петропавловский парк, но, к сожалению, он сегодня находится не в лучшем состоянии. Восстановление Петропавловского парка могло бы привлечь немало туристов, в том числе из Голландии. Нина Свечникова, Михаил Орлов, Городской телеканал.